Добрый вечер, Россия! И доброе утро нашему гостю, потому что в Сан-Франциско воскресенье только начинается. Сегодня с вами я, Костя Гуляев, и мы отправляемся с вами за океан. Именно в Сан-Франциско так получилось, что мы уже с вами в наших эфирах там бывали. Но отправляемся вновь, и вот по какой причине. Пару недель назад мы общались с Михаилом Доможиловым из школы современной фотографии Док-Док-Док о будущем образования в сфере фотографии и обсуждали его в контексте российской действительности. Но интереснее взглянуть на эту проблему шире и узнать, а как это у них там. Поэтому я сегодня приглашаю к нам в эфир Алену Жукова, американский фотограф российского происхождения, которая помимо того, что еще и фотограф, она еще и преподаватель фотографии в Калифорнийском университете в Беркли. На секундочку. Так что я думаю, что будет интересно. Приглашаю Алену и будем разговаривать. Привет! Алена, привет! Приветик! Очень рад тебя видеть. Спасибо, что согласилась к нам присоединиться сегодня. Да, да, конечно, это еще для меня вообще просто счастье, радость и с удовольствием поделиться всем, что знаю. Супер! Всегда готова! Отлично! Ну, для начала тогда поведай нам историю того, как ты оказалась там, с океаном, и как пришла к фотографии. Ух, такая долгая история. Знаешь, у меня родители сюда по работе переехали, когда этот Даткам еще был. Вот, и я тут и тогда случайно выиграла грид-карту и тоже переехала, с ними перевелась и уже училась здесь. Но я, мое первое образование было в химии, поэтому, как бы, вообще, ну, я не занималась тогда фотографией. Поэтому, да, я сюда как-то переехала больше из-за родителей. А как вообще возникла фотография в твоей жизни? Знаешь, я вот когда училась еще на первом, ну, в первом университете на химико, мне нужно было брать, как бы, здесь нужно брать классы какие-то дополнительные, для общего образования. Вот, и я просто стала брать фотографию, она мне очень понравилась, и все. А потом, как бы, я стала учиться, ну, закончила, пошла работать химиком, и как-то вот фотография не уходила, не уходила от меня. То есть, подожди, учащена химика, ты можешь брать дополнительный класс, и это может быть фотография? Да, 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 в каждом университете ты можешь просто набирать себе, ну, это называется General Education здесь, ты можешь брать какие-то себе классы, там, связанные с искусством, все что угодно. То есть, фотография, получается, это часть General Education? Да, да, но я тогда училась, это государственный университет, поэтому там фотография была, как бы, на таком очень низком уровне. Больше, знаешь, как в темноте что-то печатать, вот, пленкой заниматься, ну, это уже давно было, к тому же. Было, это было 20 лет назад. В эпоху доткомов. Да, вот. Да, ну и вот, и я стала просто этим тогда заниматься, просто вот как расширить свой круг. Да, да, и потом, ну, потом это очень сильно понравилось, я как-то сильно увлеклась именно съемкой, ну, пленочной и печатью. Я до сих пор, у меня в гараже стоит вся эта установка по печати, вот. И вот оно как-то само-то после этого пошло и пошло. И, конечно, я очень благодарна вот своему первому университету за то, что вот просто показал, что такое существует на свете. То есть после этого университета ты все равно пошла работать химиком? Да, да. И сколько ты проработала? Я проработала около четырех лет. Сейчас это вторая в мире биохимическая компания, Viteya Company. Они как раз вот работают над лекарствами от коронавируса. Очень серьезно. Вот, и я проработала там четыре года, но тогда, сейчас это огромнейшая компания, а тогда это была еще такая довольно-таки маленькая, и, ну, у нас там было, может, тысячи, может быть, пару тысяч людей. И мы тогда работали над лекарством для СПИДа, для HIV, вот, которое было, потому что раньше нужно было принимать очень-очень много разных, огромное количество таблеток, а мы работали над лекарством, которое только одну таблетку в день. И для этого в тот момент собрали таких вот ученых, просто потрясающих, классных, и все просто с утра до вечера там работали над этим проектом, а я вдруг поняла, что мне, в общем, неинтересно. И это мне очень сильно помогло, потому что, опять же, я была окружена людьми, которые были такие, прям горели своим делом. И мне как-то стало немножко даже стыдно за это. И вот в тот момент я стала думать, а что же мне по-настоящему так вот нравится, чтобы я вот как они, они выходные домой к себе и быстренько бежали в лабораторию, проверили все результаты. А я вот уходила, и мне вот вообще вот до этих результатов было. Вот, я думаю, что же такого-то я могу делать в жизни, чтобы тоже вот так быть, как они чувствуют себя по поводу своей работы. И я как-то серьезно стала об этом затумываться. Вот. И всплыла у тебя в памяти фотография? Точнее, она, я так понимаю, никуда не уходила? Да, потому что я и продолжала. Я всегда, когда у меня было какое-то, ну, время, немножко времени, то я сразу же бежала как бы и чем-нибудь фотографировала, и там проявляла, печатала. Это единственное, что вот меня так же горели. Да, вот где глаза горели. Да, да. И я в тот момент, я еще молодой тогда была, я как-то не сильно задумывалась, что поменять профессию, а что нет. Вот мне еще тогда ребенок родился, ему было пару лет, и это тоже очень сильно как бы изменило мое представление о мире, и мне очень сильно захотелось заниматься только ребенком и только тем, чем я хочу по-настоящему. И это стал такой очень важный толчок бросить работу. Было очень страшно, потому что было непонятно, как зарабатывать, как вообще жить. Было очень страшно, но я это сделала. Я помню, я это сделала в пятницу вечером, а в понедельник я уже пошла учиться на образование, получать мастера по фотографии. А вот скажи, вот будучи в Штатах, вот я решил быть фотографом. Это стандартный шаг, следующий шаг, идти учиться на фотографа, или кто-то выбирает другой путь, там, например, идет и сам снимает, или идет устраиваться под мастерием какому-то известному мастеру, ну, или какие-то другие варианты. Знаешь, наверное, 50 на 50. Это просто зависит от, какой фотографией ты хочешь заниматься. Здесь очень сильно, эта фотография делится. Если ты снимаешь свадьбы, то ты никогда не будешь снимать коммерческую, как бы, ну, рекламу. Тебя никто никогда не наймет на это. И поэтому, как бы, очень много существует, как бы, мы делим здесь фотографию, то, что называется consumer, ну, консюмерическое, да, по-русски. Ну, потребительское. Да. Вот. И если ты хочешь заниматься, как бы, вот, свадьбами, портретами, это, для этого совершенно не нужно учиться. Для этого даже невыгодно учиться. Можно пойти и просто самому освоить. Или даже какую-то, если открыть маленькую студию, работать над портретами людей, каких-то там headshots делать, то для этого не нужно образование. А если идти, как бы, вот, в концептуальную фотографию, рекламную, или заниматься искусством, то для этого, конечно, нужно образование. Это очень-очень сложно получить где-то вот, где-то вот в других местах. Можно, конечно, взять другой путь и пойти устроиться ассистентом у какого-нибудь очень известного, огромного фотографа, потому что нереально сложно получить, если у тебя нет образования. Потому что все фотографы такого уровня обязательно соберут человека, у которого, по крайней мере, есть бакалавр фотографии. Конечно, всякие, знаешь, бывают всякие случаи. И, наверное, есть такие варианты, когда человек хочет себе такого вот, ну, на кого так поработать, у кого это учится. Но это нестандартный подход. А вот можно такое небольшое уточнение, поскольку у нас вот в нашем аккаунте много фотографов, которые занимаются документальной фотографией, фото-журналистикой. Если ты хочешь вот такой фотографией заниматься, то это тоже лучше идти учиться? Да, это лучше учиться. С журналистикой, кстати, и документальной фотографией намного проще, потому что очень много университетов тебе это... Ты можешь пойти даже в государственные университеты и получить образование. Как бы вот в моей сфере, в рекламной фотографии, это нужно идти в частный университет. Этого не найдешь ни в самом государственном. А вот, да, журналистика и документальные, конечно, намного проще, намного дешевле. И найти можно буквально... Да, буквально во многих университетах, когда я существую. А вот ты почему решила именно рекламная фотография коммерческая? Потому что мне нужно было деньги зарабатывать. Потому что у меня было решение... Ну, как бы мне нужно было как-то обеспечивать семью. И единственное, то, что я могла себе придумать, это как бы рекламную фотографию, на ней можно хорошо здесь зарабатывать. Я чисто из-за этого туда пошла. Потому что я знала, что всё, чем я... Вот с того момента, когда я приняла решение уходить в фотографию, я знала, что с того момента я только хочу заниматься фотографией. Больше ничем. Никогда. Поэтому мне нужно было, чтобы это было моим главным доходом тоже. Вот. И ты пошла учиться? Где ты училась? Я училась в Академии искусства в Сан-Франциско. И ты упоминала, что ты уже сразу на магистра училась? Да. Да. Здесь, я не знаю, как в России с этим, но здесь можно иметь совершенно любое образование в... Вообще в любом предмете. Даже если ты хочешь пойти учиться, наверное, на математика, а у тебя образование первое фотографа, это реально вообще. тебе нужно очень много сдать экзаменов и доказать, что ты это можешь сделать. Как бы-то уходить из науки в искусство много проще. Тем более, к примеру, вот поступить во многие университеты, которые преподают фотографии такого высокого уровня, как Академия искусства в Сан-Франциско. Там не сильно, знаешь, смотрят, насколько... Там не надо много экзаменов сдавать. Они просто смотрят, во-первых, образование, и что ты хочешь в будущем делать, умеешь чуть-чуть пользоваться фотоаппаратом и готов ли платить им деньги. Все. Да, они берут народ как бы со всего мира, пожалуйста. То есть, такого жесткого, там, например, портфолио-ревью, как... Такого нет? Нет. И, кстати, я, кстати, это очень сильно поддерживаю, потому что ты все выучиваешь там. Как бы тебе не нужно... Ты можешь прийти вообще с полным минусом. Ну, вообще ничего не знать. Даже не знаю, как пользоваться фотоаппаратом. Поэтому я, наоборот, это поддерживаю. Там очень сложно учиться, когда ты поступил, особенно на мастера. Очень сложно. И как бы... Но до этого поступить любой человек может. Ну, это у тебя получилось такое фулл-тайм образование. То есть ты, ну, с утра до вечера учеба. Ни на что отвлекаться нельзя. Да. Да, но у меня немножко по-другому получилось. То есть, как бы там, чтобы закончить его и так, ну, нормально просто учиться с утра до вечера, не совсем себя нагружать, то это нужно три года. А если хочешь очень-очень быстро, как у меня был такой план, я думала, что я не смогу там два года не зарабатывая чисто в школе, у меня был план такой за два года ее закончить. То, что у меня не получилось, получилось закончить за четыре. Дольше, чем все остальные. Потому что я просто довольно-таки быстро стала работать, меня стали нанимать на съемки. И в какой-то момент я даже подумывала бросить учиться. Я подумала, зачем мне это надо, я уже работаю, я уже снимаю. мне еще осталось брать 6-7 курсов, которые даже не относятся к фотографиям, психология, потом философию, ну, что-то такие. Классы. Я думаю, я вообще не буду заканчивать, мне вообще этот диплом нафиг не нужен, никто его никогда не будет на него смотреть. Но школа мне тогда дала школошип, они меня попросили закончить. И я очень рада, что я это сделала, потому что вот за счет того, что теперь у меня как бы есть этот диплом, я теперь могу преподавать в других университетах. Если бы я тогда бросила, не думая о будущем, то я бы не смогла сейчас уже учить. Ну, про преподавание тогда мы потом позже поговорим, но интересный факт, что без этого ты никуда. Потому что я так понимаю, что в России для... Ну, я думаю, что для любого образования, то есть не фотография, а любого другого уже участие на бакалавра и работая при этом, возникает очень серьезный соблазн. Да ну и вовсе. Будут только работать. А в магистратуре, я думаю, подавно. Да. Ну, у меня было. Ну, я очень рада это сделать, что как бы мне это... Но, опять же, мне просто помогла школа в тот момент. Я очень много для них делала, потому что я, когда туда пришла, я сразу же не сказала, что я хочу заниматься с такими прям вот большими, сложными съемками. И я в какой-то момент доказал, что я могу делать. Поэтому меня постоянно использовали для школы, для многих проектов. И поэтому, как бы, они не хотели меня терять. Потому что для них это тоже были деньги. Поэтому они мне просто... То, что школы, как бы частные университеты, ну, не то сейчас, но университеты в искусстве очень редко дают какие-то сколлэшипы. Сколлэшипы, это... Ну, как грант на обучение. Да, это как грант, бесславное обучение. Вот. И они мне просто дали и сказали, пожалуйста, закончи и продолжай делать эти проекты на нас. Вот. А, ну, сейчас про проекты я спрошу. Пока вот раз заговорили, если это не секретная информация, сколько сейчас вот стоит мастерс какая-то программа, ну, вот, в той же Академии Сан-Франциско по фотографии. Знаешь, я точно тебе не могу сказать цифру. Ну, примерно. Когда я училась, один курс, потому что там 10 недель, 3 часа в неделю, мне нужно было брать это минимум 4. А один курс стоил 3000 долларов. Поэтому в среднем, я могу сказать, что все мои друзья, которые вышли из этого университета с этим образованием, у них у всех долг около 100 тысяч долларов. Поэтому, ну, это как бы образование плюс проживание, да, знаешь, там очень же много нужно еще вкладывать в ресурсы съемок сами. Поэтому, да, в среднем все потом еще много-много лет расплачиваются с этим долгом. А расскажи немного тогда про проекты. Благодаря каким таким проектам тебе удалось настолько влюбить в себя Академию фотографий Сан-Франциско, что они тебя не хотели отпускать? Знаешь, я просто немножко была слишком... У меня есть такая сибирская черта, то, что я называю. Мне просто все очень интересно, и я пру. И я просто сразу же пришла к директору нашего департмента. как-то... Факультета? Да. Да, я просто ему сказала, что я очень хочу заниматься серьезными съемками огромными. Научите меня это делать. И он мне как бы давал несколько заданий, которые мне пришлось доказать, что я могу это сделать. Там, знаешь, как осветить самолет, найти его, осветить. Ну, это в самом-самом еще начале. А потом он сказал, ну, если ты так хочешь этим заниматься, давай, вот мы тебе дадим военно-морской флот. Они сейчас приезжают, и нам нужно им помочь, нужно снять фотографию. И там их будет 400 или 500 человек. моринцы. 400 моряков. Да, да. И говорит, вот нам нужно как бы снять фотографию, потому что прибывает много кораблей с разных точек мира. И, как бы, Академия искусств она очень помогает. Вообще здесь все бизнесы сконсируют и помогают и таким разным мероприятиям, когда вот съезжаются военные со всего мира. Ну, не со всего мира, американские, конечно. Американские. Да. Но они иногда привозят там канадских, либо там в прошлом году были австралийцы. Так что тогда бывают другие тоже страны. Но это огромное такое происшествие в городе. И все бизнесы очень сильно им помогают. Там все рестораны кормят моряков, к примеру. Ну, все бизнесы просто открываются для военных, поддерживают. Знаешь, это как огромный праздник такой. Целую неделю у нас в городе все идет в праздник. Вот. Слушай, я не могу не сделать комментарий, потому что сегодня день ВДВ в России. Я представил, что могли либо российские бизнесы открыть свои двери празднующим десантникам сегодня в этот праздник. Это, наверное, просто другая культура, не знаю, под другое отношение. Да, нет, здесь это просто, здесь вообще как бы, ну, просто вот отвлечься от темы, когда ты вообще встречаешь военного, который одет в военной форме, люди просто на улице подходят и благодарят. Как бы, говорят, thank you for your service, что здесь, спасибо, что ты нам как бы слушаешь. Поэтому здесь отношение к военным немножко совершенно другое. С таким уважением, пониманием, любовью. И то же самое чувствуется очень сильно от них. Я вообще их обожаю, потому что они стали моим одним из самых любимых клиентов после этого проекта для школы. И я с ними продолжаю очень много работать. И это, конечно, ну, совершенно другой уровень. Ну, расскажи, пожалуйста, вот про эту первую съемку. Я так понимаю, что вот, как ты решала эту задачу снять 400 моряков? Да, ну, я никак ее не решала, потому что я ничего не знала и вообще ничего не понимала. Ну, мне отдали задание. Мне сказали, что нужно обязательно их снять красиво, и ты должна их будешь расставить красиво и чтобы сзади них был мост, этот Golden Gate. Вот это было и все. И рано утром скажи, во сколько нам нужно их привезти и как бы все. Я очень сильно волновалась. Я помню, что как бы я вообще не понимала, что я делаю. И я ехала на съемку, а съемка там в 5 грамм не нужно было там быть. Я помню, что я забыла батарейки. Об этом никто до сих пор не знает. И я когда туда приехала, я понимаю, что я забыла батарейки от своей камеры и быстренько давай звонить всем друзьям, чтобы они быстро съездили домой и привезли мне батарейки. Но пока я их там расставляла всех. Их же много, знаешь, 400 человек расставить в какую-то интересную форму не так легко. Особенно там как бы некоторые ну вот Маринс, которые потом военно-морской флот и потом то, что Coastguards, я не знаю, которые более... Береговая охрана. Береговая охрана, да. У них как бы есть тоже свои правила, где кто может стоять и там Маринс, они всегда должны быть к примеру слева. И там флаги как должны быть расставы. Я этого ничего не знала уже, конечно. Я знаю, что мне главное, чтобы красиво было. Поэтому там было все довольно-таки сложно и медленно и потом под конец приехали все эти генералы и их тоже нужно было расставить очень так спереди, чтобы их было видно. А это же опять же огромная такая куча народа. Вот. И я как-то это делала. До ночи сильно смеялись, я помню, потому что мне выдали такой рупор их расставлять и в какой-то момент они меня спрашивают, что хочешь, у них, знаешь, как бы правила, либо они вот так стоят, либо они вот... Я не знаю, как сложно, либо вот так и они меня спрашивают, типа, как ты хочешь, чтобы мы стали? Я такая задумывалась, думаю, ну давайте так. И вот, когда я это сказала, вот все эти 400 человек, они просто надо мной ржали, они просто, они просто так закатились, что все эти генералы потом очень долго кричали. После этого, когда я... Я 10 лет уже подряд снимаю, и после этого, как бы, мне уже не дают сильно имя командовать, а выдают, выдают как бы... Кому же командиру. Который мне помогает, которому я говорила, он уже в рупор кричит. Даже они просто меня не слушаются. И это очень забавно и смешно, потому что я еще, знаешь, это все говорю с русским акцентом, это просто какой-то сюр полный. Стоит женщина... Из России. И командует американскими моряками. Да, я это обожаю делать. Мне прям это такой дает... После... Да, в этом году, к сожалению, этого не будет. У нас все отменили. Вот. Но я думаю, что через год еще раз. И... Да, вот. Я уже это как бы делала 10 лет, и когда я сделал первый раз, как бы школа... А, так и прямо, что произошло, что у нас очень сильные туманы. И пришел туман. И я помню, он как бы... Мост было видно чуть-чуть, но потом он полностью исчез, когда началась съемка. И они очень сильно переживали. И они говорили, что это что-то делать, он сидит в мостах. Я говорю, вы не волнуйтесь, мост у вас будет потом уже в кадре. В конечном. И... Ну, и в мост пришлось поехать на следующий день и отдельно снять, и потом туда его засунуть. Вот. Делаю исторические фотографии. Я делаю... Это все-таки рекламные фотографии, потому что мне такое можно делать. Ну, да, да. И для них это как бы и для школы, и для... для всей вот этой организации. Тут же здесь называется Flight Awake. Для них это, конечно, была такая очень красивая фотография, необычная. И они были все очень рады. И как бы вот после этого проекта, то, что я смогла сделать, школа мне очень-очень много с другими проектами. Пихала мне просто на такие огромные проекты. Я каждый раз, я до сих пор, каждый раз, когда берусь за какой-то проект, я вот точно с таким же энтузиазмом, как тогда, ничего не знаю. но я его просто беру. И потом просто вот до того. Ну, да. В худшем случае, вот в худшем случае, что может случиться, просто не получится. Но так очень никогда, наверное, не бывало. Ну, наверное, так. Но все равно волнение никуда не денешь. Волнение не денешь. Я спать не могу. Я обычно не могу спать всю ночь до этого. Ну, давай еще немного про обучение. Вот обучение в Академии искусств в Сан-Франциско. Что тебе там нравилось и что не нравилось? Значит, мне нравилось все. Когда я там училась, мне нравилось все. Когда я там стал преподавать, мне не нравилось вообще ничего. Но когда я училась, у меня, во-первых, там все-таки и до сих пор там учится очень много народу со всего мира. И поэтому, как бы, у меня сейчас друзья по всему миру есть из-за школы, которые тоже занимаются только фотографией. И очень классно. А потом у меня были нереальные преподаватели. Как бы, вот люди, которые там работали, очень многие работают, работают, до сих пор там работают за энтузиазмом тоже, потому что это давать. И у меня вот директор, в тот момент, сейчас другой директор кафедры, а в тот момент тот директор, он стал моим ментором. Я, когда пришла, и вот это все показала, что я могу это сделать, я сказала, хочу, чтобы ты был моим ментором. Это значит, что я полностью, как бы, я могу в любой момент контактировать, и он будет, как бы, он будет приезжать ко мне на съемки, и будет мне помогать их, как бы, совершить с самого начала, да, там, если нужно получать какие-то разрешения, там, не знаю, находить каких-нибудь продюсеров, так далее. Вот, он мне, как бы, до сих пор мы очень близко дружим, он уже давно... Он тебе помогает в качестве ментора, ну, пока ты учишься, делает это, я так понимаю, совершенно бесплатно? Да, да, это просто получается как часть программы. А после того, как ты завершила обучение, А после того, как я завершила, мы просто стали такими близкими друзьями, что мы до сих пор дружим. Поэтому... А если у тебя нет такого друга, то ты хочешь себе найти ментора, ну, я так понимаю, что ты его можешь найти, но это будет просто стоить каких-то денег? Нет. Менторов обычно ищут, знаешь, не за деньги. Вот моя рекомендация, даже если учишься в каком-то университете, то находить какого-то преподавателя, который может вот именно тебя так вот проводить за все. Если после, к примеру, когда я закончила университет, я хорошо могла уже снимать и, ну, как бы могла все это делать, но у меня не было вообще знания по бизнесу. А что ты вести, фотографии, это в первую очередь это бизнес. Поэтому я познакомилась с женщиной совершенно случайно, и она просто стала моим ментором, мы с ней договорились. Совершенно как бы бесплатно, без всего, мы просто не договорились, что она будет моим ментором. Она уже занималась фотографией лет, наверное, 15 до меня, очень такого высокого уровня, все, что связано в основном в основном с медициной и байотяг. И у нее, понимаешь, тут еще такая, тут получается очень интересное такое движение, и то, что я сейчас вижу через свое преподавание, что, когда ты доходишь до какого-то уровня, и когда ты становишься старше, ты, может быть, тяжелее какие-то вещи становятся, ну, развивать. может быть, потому что, когда молодые приходят в твою жизнь, у них все по-другому. Поэтому, когда вот я, как сейчас старше, я очень люблю общаться с более молодыми студентами, потому что они мне столько всего дают, они дают мне идеи, они дают, знаешь, там даже, я иногда себя чувствую полной идиоткой, я иногда какую-то новую application использую, все популярные, там уже все сидят на дискорде, а я даже не знаю, что это вообще такое. Ну, как бы, вот на таком уровне. И поэтому мы договорились с этой женщиной, что она мне будет помогать по бизнесу и проведет, и все расскажет, как вообще вся индустрия работает, познакомится с всеми. Тут же еще, знаешь, тут очень важный вопрос. И, а я буду ей помогать вот именно, как там, ну, с какими-то элементарными вещами для меня, то, что более молодые. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что я не понимал о бизнесе, фотографии, но разве тебя не учат, каким-то вот связанным с ведением бизнеса, дисциплина, ну, там, начиная от того, как искать съемки, как себя продвигать, ну, какие-то, может быть, навыки продюсера, хотя бы какие-то минимальные. нет, этому учатся немножко автоматически сам, потому что, опять же, все, большинство фотографов в школе были бывшие или нынешние коммерческие фотографы, поэтому они просто делились, как это все происходит, но, опять же, не на бизнес, бизнес-часть. Нам, конечно, приходили разные агенты, тоже читали свои лекции, как это все происходит, но все равно не то. У меня был, по-моему, один бизнес-класс, и я бы не сказала, что он мне сильно много чего-то дал, вот, поэтому многому просто пришлось учиться уже потом. Нет, это сейчас не дается. Вот, кстати, если иметь два образования, если иметь мастера по бизнесу на MBA, и потом, вот это вот идеально было бы. Фотограф-бакалавр и мастер по бизнесу. Ну, к примеру, можно так, можно два мастера, к примеру. Да, либо изначале, знаешь, бизнес, какое-то образование, а потом фотографом. Вот это просто было бы идеально, наверное, для этого бизнеса. Но у меня не было, поэтому пришлось учиться вот через других людей. Через других людей, ага. Ну, вот ты, получается, закончила, ну, и не могу сказать, что начала работать, ты продолжала работать, а именно уже вот как коммерческий фотограф, то есть, ты искала свои заказы. Вот немного об этом процессе расскажи, вот что значит быть коммерческим фотографом в Штатах, который вот получил образование и хочет развиваться в этом плане. ну, смотри, это опять же разница коммерческих фотографов, это то, что ты работаешь на разные компании, поэтому тебе нужно искать именно компании, которым нужны фотографии, а фотографии нужны всем компаниям, вот, поэтому нужно просто стучаться в двери, находить людей, придумывать всякие неординарные пути, как познакомиться с правильными людьми, вот, но мне немножко повезло в самом начале, потому что я еще на первом самом моем первом курсе ко мне просто пришел знакомый в гости, а я в тот момент снимала, как бы я снимала вот эти концептуальные фотографии, что я называю, и он просто сидел и у меня спрашивал, говорит, я не понимаю, что ты с этим собираешься делать, что это вообще такое, ты хочешь там типа фэшн заниматься, или там, я говорю, нет, нет, я хочу заниматься вот, вот, не знаю, хочу концепты создавать, и он меня просто порекомендовал своей арт-директорше в своем университете, потому что тогда это был какой год, наверное, 2009-2010 и это вот как раз когда университеты по всей Америке стали рекламироваться, как бы только-только началось, вот эта первая волна и первый университет, который этим серьезно занялся, это был вот университет в Калифорнии, и меня туда порекомендовали просто попробовать, там было 10 фотографов, которые стояли на очереди попробовать, вот, но они хотели делать очень нестандартную рекламу, поэтому они искали кого-то нестандартного, я помню, я пришла вот со своим портфолио вот этих всех самолетов, концептуальных съемок, концептуальных съемок, где там половина людей у меня было голых, потому что я не могла себе найти правильного стилиста, и поэтому я их практически просто раздевала, переворачивала, там еще хорошее выход, но человек, который меня интервьюировал, она просто тоже открытый, нестандартный человек, и она что-то видимо в этом заметила, и меня взяла на съемку, говорит, давай попробуем, и отправили меня в один, как бы, если ты не знаешь, университет Калифорнии, это как бы огромная организация, самая большая организация в мире по университетам, потому что у них 10 разных университетов по всей Калифорнии, плюс у них, по-моему, 6 огромнейших, одних самых лучших госпиталей в Америке, плюс у них огромные лаборатории, они работают тоже с государством очень много. Но это частный университет, так ведь? Нет, это не частный, это паблик университет. Да, и как бы поэтому меня послали в один такой из самых таких маленьких университетов на несколько дней съемки и просто вот меня туда как бы кинули с разными там студентами, медиками и так далее, типа просто посмотрели, что я могу из этого получить. Потом я уже узнала через много лет, что был этот конкурс, о котором никто никогда не знал, и в конечном итоге выбрали вот двух фотографов, одного, который был более стандартный, у него уже был опыт в этой сфере, и меня, которая была вообще полностью не готова к этому. И потом на основании вот фотографии, которые я произвела с того места, а тот, что он произвел с другого, они уже выбрали конечного фотографа и подписали сразу же со мной контракт на пять лет. Потому что это был огромнейший проект, и просто у меня занимал, у меня занял, конечно, очень много времени первые пять лет. Поэтому это немножко как бы повезло. А потом, потому что это был первый университет, первая такая организация, которая занималась таким огромнейшим брендингом, и они, опять же, у них была очень классная группа людей, которые это делали, и они стали выигрывать очень-очень много конкурсов на таком мировом уровне, включая фотографии, потому что никто этого не делал в тот момент. другие организации такого же уровня, они стали просто автоматически меня контактировать, потому что уже в этом есть опыт, уже можно продать своему клиенту проще. И вот оно, знаешь, оно как-то само в начале оно вот так вот само крутилось и вертелось, и до сих пор оно работает немножечко по-моему на себя. Поэтому мне в этой сфере, конечно, немножко повезло. А можешь какой-нибудь вспомнить вот один из самых интересных проектов по аналогии с тем, что ты рассказывала про моряков вот уже из той твоей истории, когда ты стала работать коммерческим фотографом после окончания академии? Ну, таких, конечно, как с моряками, с моряками никто не сравнится. Работать всегда такого прямо ну, были просто очень тяжелые проекты, знаешь, когда очень дорогие проекты, когда работает огромное количество людей там, на сете, знаешь, 20-30 человек и все происходит и куча там, когда, знаешь, работаешь с агентствами, есть еще клиент, там могут быть там пять арт-директоров и все что-то тебе советуют, их нужно очень так мило послать. Ну, как бы уже более такие, знаешь, взрослые сложности начались, чтобы они были такие вот прям интересные, чтобы вот мне прям от них было так прям прекрасно, огромного такого уровня у меня не было. Именно коммерческих фотографов, коммерческих таких заказов. были интересные заказы, когда нужно было там, например, снять там ноблицких лариатов, знаешь, всех поставить, всех организовать и с ними проработать весь день. Это всегда очень интересно, просто общаться с такого уровня людьми. Вот. Очень часто было, когда меня нанимали на сложные... Вот я тебе говорила, что если ты там, к примеру, свадебный фотографий, то я не наймусь на рекламной фотографии. Ну, может быть, есть, конечно, исключения, но в целом нет. Вот. То же самое, что если, к примеру, у меня нет в портфолио фотографии портрета девяти людей или десяти людей в одном кадре, мне никто никогда не наймет на такой проект. Но у меня есть. Поэтому я часто... У тебя есть 400 человек в одном кадре, так что? Нет, 400 тоже, 400 и 9 это разные, разные. Согласен, да. Вот, поэтому меня очень часто нанимали на интересные такие сложные съемки, когда нужно было там снять девять людей вместе. И обычно это люди, которые очень высокого уровня. к примеру, там разных миллиардеров, я не знаю, по-русски это будет. Миллиардеров. Миллиардеров, да, когда их нужно поставить и еще ими, знаешь, с ними общаться, их нужно... Это немножко сложно, это психологически очень сложно, потому что люди, которые на это нанимают, эти люди обычно очень сильно от них зависят. поэтому они очень всего боятся. И это как бы обычно такие психологически сложные съемки, и они всегда происходят в таких интересных закрытых местах. А получается вот организация таких съемок, она полностью на тебе, либо это у тебя есть кто-то продюсер, либо... Да, это зависит от как бы от съемки. Если это сложная съемка, то продюсер просто нанимается. Я обычно выбираю продюсера, но иногда они просто приходят уже от какого-то... Если рабочие с агентством, которые уже сами делают продакшн, то уже от них все идет. Ну, то есть таких съемок, где бы ты... Я имею в виду именно заказанных съемок, таких, где ты все сама, такого нет. То есть в любом случае ты... Есть. Но это обычно более маленькие съемки мало. Менее бюджетные съемки, конечно. Если нет бюджета для продюсера, я делаю все это сама. Ну, то есть ты... Если большая съемка предполагается, то ты уже закладываешь такой бюджет, чтобы он предполагал продюсера и все остальное. знаешь, как происходит? Вот, кстати, интересно такое, как происходит, по крайней мере, в Америке, то когда ищут фотографа на съемку, на такую огромную, то обычно идет запрос минимум на три фотографа. И первым делом как бы проводят интервью, сейчас это все идет по Зуму, раньше нужно было вообще даже встречаться физически. Вот, интервью проводят, потом как бы вот выбирают там три-четыре, иногда даже больше, я не знаю, сколько. И потом идет запрос, сколько это будет стоить. Нужно, а, нужно написать то, что называется здесь treatment. Это такое, это вот, знаешь, когда устраиваешься на работу, ты даешь резюме, а на резюме ты кладешь такой листочек, где ты описываешь твою жизнь немножечко. А тут для фотографии нужно описывать, как ты подойдешь к этому проекту. Ну, примеры, плюс там твои мысли, ну, как письмо, сочинение пишешь. Вот. И как бы ты пишешь estimate, ну, это сколько будет стоить. Сколько будет стоить, я знаю, с моей стороны, если со мной работает агентство, я не знаю, сколько это будет стоить просто потом эти фотографии на лайсенс отдать. И идет одновременно запрос какой-нибудь production, ну, какому продюсеру. И продюсер уже дает, как бы, свою цену. Потом папочка складывается PDF-ом, и отсылается к клиенту. И они уже идут, называется bidding. И они уже смотрят, где какие цены, кто сколько дал денег, просит денег, и как все будет происходить. Самое интересное, что если если ты знаешь, что твоя цена, ну, как бы, если моя цена в два раза меньше, чем у кого-то другого, чем у двоих других, то это плохо. Ты точно не возьмешь. Цены должны быть очень-очень близки. Поэтому то, что делают часто фотографы и агенты особенно, они пытаются узнать, кто какую цену дал, чтобы держать, чтобы у всех цена была примерно одинаковая. Сейчас, конечно, это все меняется немножечко с коронавирусом. У нас тут тоже свои все сложности, но это как раньше происходило. У меня даже было несколько раз, когда я нанимала продюсера, делала запрос на продюсера, сколько будет стоить, а этот продюсер уже на мою работу уже кому-то другому сделал эстимент. Тогда звонят тому фотографу либо агенту и спрашивают, а можно я буду на два фотографа делать видение. Обычно тоже все фотографы разрешают. В общем, это такой работающий процесс, который многие годы выстраивался и нормальная работающая индустрия. У нас еще местные фотографы здесь, которые в Силиконовой долине, мы все друг друга довольно-таки хорошо знаем. Мы общаемся, поддерживаем, у нас, конечно, свои сообщества есть, и даже в Фейсбуке, и просто встречаемся. У нас организуется очень много всяких партий, когда все разговаривают, общаются. Поэтому мы как-то стараемся друг друга здесь поддерживать. Ну, то есть какая бы ни была конкуренция, вы все равно вместе. Да, а конкуренции ее как бы в общем-то и нету, потому что работа по идее-то полно. я никогда не чувствовала от других людей именно конкуренцию. К примеру, у меня есть два фотографа, которые работают с теми же самыми клиентами, что и я. У нас разные стили, но у нас одинаковые клиенты, одинаковые, мы покрываем то же самое. Но я в то же время знаю, что если что-то вдруг случится, я не могу, к примеру, у меня съемки и нет времени. Я всегда могу их контактировать, когда не хотите вы взять эту съемку. И как бы всегда друг друга поддерживают, потому что нету, нету, наверное, такой культуры вот этой конкуренции. Потому что, конечно, в итоге все равно выбирают клиент. Ну да, да. Нету смысла конкурировать. Тем более такое дело, когда дело касается фотографий, тут либо нравится, либо не нравится. Да. Ну, при прочих раундах, как говорят экономисты. Да. Окей. Скажи, пожалуйста, вот, а в какой момент ты вдруг решила пойти учить фотографии? Знаешь, это тоже было так очень случайно. Я работала, я делала весь брендинг UC Berkeley. И знаешь, это вообще как бы считается одним из самых лучших университетов в Америке, ну, таких публичных. И я, меня послали снимать кафедру вот этого арт, он называется арт-студия. И я туда пришла и смотрю классы, которые они преподают. Это классы как бы не часть, это не часть, как бы, если ты там учишься даже на журналистического фотографа, ты не будешь брать мой класс. Это классы, которые предлагаются всем студентам как дополнительные, как бы я не ставлю никому оценки. Потому что, что сейчас происходит в Силиконовой долине, очень многие студенты создают бизнесы во время учебы, разные бизнесы. им нужно как бы их в самом начале самому продвигать с точки зрения маркетинга и даже визуального ряда. Поэтому такие университеты, как там Стэнфорд, Беркли, они вот предлагают такие классы, что ты можешь взять и тебя научить там пользоваться там фотошопом, иллюстратором там, чем они еще пользуются. Ну, и держать в руках камеру. Держать в руках камеру, да. Ну, как бы это все больше как бы рассчитано вот на продвижение этих стартапов. И я когда-то пришла, я подумала, а почему я тут не преподаю? Потому что я-то вообще-то идеально просто вот подхожу, потому что занимаюсь брендингом и как раз работаю над такими же темами. И я просто все, что сделала, я написала, я тогда написала менеджеру этого департнера и сказала, что, ну, как бы, я думаю, что вам нужно меня взять. Я контактировала всех своих арт-директоров и сказала, что вы не могли бы мне дать хорошие референсы, чтобы меня туда взяли. И они меня взяли. Я пришла, они меня сначала взяли преподавать в фотошоп. Я соглашалась на все что угодно, только чтобы как бы туда зайти. И да, вот я просто начала. Я ничего не понимала, ничего не умела. Как бы, моё портфолио, оно довольно-таки, там очень много фотошопа, поэтому они меня чисто на этом взяли. Но преподаватель из меня был фиговый, если честно. Почему? Я это сразу поняла. У меня не было никакого опыта преподавания. Вот. И я это очень сразу довольно-таки быстро поняла. И в тот момент, вот как раз Академия искусств, они меня тоже контактируют, они меня долг, они постоянно меня контактировали, типа, давай преподавайте, но мне не было времени на это. И я в тот момент согласилась, потому что они как раз давали ресурсы научить, как преподавать. У меня был как бы человек, который приходил на мои классы, смотрел, что я делаю, потом я давал как бы фидбак, ну, со мной разговаривал по этому поводу и говорил, что я делаю неправильно. И я тогда подписалась, и я два года преподавала, наверное, полтора-мышка, в Академии искусств, вот, чтобы чисто научиться. Мне никогда там не нравилось преподавать, и как-то, ну, но я это делала ради того, чтобы научиться. И это мне, конечно, очень сильно помогло. В конечном итоге я поняла, что мне нужно выбирать. Я не могу в двух метрах учить одновременно, у меня нет времени на это, потому что мне еще нужно снимать. Ну, да. И я выбрала статус в Академии искусств, там больше было как бы, там, там, people photography, там, портфолио. Я работала, как бы, со студентами, ну, которые уже почти что там им оставалось несколько месяцев, чтобы выйти из университета. Как бы, довольно-таки высокого уже уровня. А в Беркли я, как бы, преподаю людям, которые, вот, не умеют даже, они приходят, они не знают никаких кнопочек по радио. И я в какой-то момент поняла, что мне больше нравится работать с людьми, которые ничего не знают. И их просто научить, вот это, дать им вот эту вот креативитию, чем, как бы, ну, заниматься как раз менторинг. Ну да, да, да. И кто уже много что знает, умеет. Вот. И я просто сделал, когда выбыл, я решила, что я останусь в Беркли и продолжу это. и вот я уже на эти годы там преподаю. А вот будучи, будучи там внутри, вот, вначале я у тебя спрашивал по поводу того, что нравится, что не нравится. Есть какие-то вещи, которые, возможно, сейчас не нравятся, когда ты вот смотришь там, как это изнутри устроено. И любопытно еще вот в контексте того, что, ну, мир сейчас в принципе меняется. И я не думаю, что образование может и в том числе вот фотографии продолжать оставаться таким, каким оно было раньше. Вот. В какую сторону происходит движение в образовании вот конкретно фотографии? Есть уже какое-то движение? Знаешь, вот, наверное, то, что я верю, что оно сейчас очень сильно изменится. Я надеюсь, что буду большой частью этого. У меня такой план. Потому что раньше, как бы, вот, к примеру, Академия искусств, она предлагала некоторые предметы брать онлайн. Они стоили, знаешь, три тысячи долларов за... Я даже брала, помню, как раз по философии. Знаешь? А вот так... Ну, я никогда не брала у них фотографические классы. Я знаю, что они сейчас тоже меняют, потому что я вижу всех, я знаю всех преподавателей там, я вижу, что они сейчас делают и снимают, и тоже будут очень-очень сильно меняться. Вот. Но то, что вот мне дало такие большие силы и веру, что это можно изменить, это вот как раз класс, вот этот Лиси Бёркли, который, когда случился карантин, нас всех тут закрыли, и они мне сразу же сказали, давай мы твой класс будем, мы его переводим на Zoom, ты теперь будешь преподавать там. и я сначала такая думаю, это нет, так нельзя, так не получится вообще. Я позвонила другому преподавателю, говорю, как мы это будем делать? Он говорит, я не знаю, давай попробуем, не получится, не получится. и мы друг другу как бы помогали вот с первыми такими шагами, пришлось полностью написать класс с нуля и его провести. И он был короткий тогда, он был всего пять недель, и у нас получилось, и у него получилось, и у меня получилось. И я просто была в полном шоке вначале, что вообще-то это работает. Как бы да, это, ну, пришлось вложить очень много изначально усилий в это, но это получилось. Вот. И я, кстати, полтора года назад стала работать с организацией тоже через через ХАС школу в Бёркле. Там они сделали новую такую интересную организацию, которая должна была, я не знаю, они в спорте должны были, должна была помогать разным неразвитым странам, там, в Миддл-Ист, и в Азии, и в Африке, как раз с образованием. И первая у них вот один из первых лет это была Саудовская Аравия полтора года назад. И они, как бы, им написали, я не знаю, если ты знаешь, что происходило в Саудовской Аравии, до сих пор происходит, у них очень люди как бы образованные, они все ходят в университеты, но в университет у них в основном преподают ислам. Поэтому люди, которые выходят из этих университет, они не готовы работать. А страна богатая, страна, как бы, у них много что происходит. Вот. Поэтому они нанимают много народу со всего мира. И у них там, я не помню цифру точно, там 3-6 миллионов людей, которые обслуживают, можно сказать, их страну. И это не совсем правильно, потому что у них очень много своих людей сидят без работы. Поэтому как бы вот их новое сейчас проявительство, потом 3-е, он пытался все это изменить и как бы ввести, как бы показать, что существуют разные профессии, начиная как бы с их средней школы. И UC Berkeley и, по-моему, Boston University помогали им написать новую систему для классов и ввести ее. И меня тогда послали в ряд на 2 недели преподавать фотографии и видео. Такое называлось Digital Art класс. Мне нужно было научить женщин, преподавателей, которые работают в бакнаймных школах, научить их вот этому, можно сказать, искусству за 2 недели, чтобы они потом могли по всей стране распространить и дальше учить всех остальных в школах. Я тогда к этому подошла, думаю, ну, это как-то вообще странно. У меня как бы 4 года заняло научиться этому, а я тут должна за 2 года. Это 2 недели. Вот. Но мне было так любопытно, интересно, особенно идеей того, что можно поехать в такую страну, которая вообще закрытая. В тот момент она была закрытая, только по бизнесу туда можно было приехать. Вот. Это мне, конечно, очень сильно сразу же у меня было так интересом туда попасть, плюс работать с женщинами, преподавать с женщинами в такой стране. Ну, мне все это, мне было очень страшно, но было очень интересно. вот. И я тогда приехала и получилось, что как бы программу преподавания написал Иосиф Бертлия. А когда она приехала, ее перевели на арабик, на арабский, плюс у меня был как бы человек, который, как он? Переводчик. Переводчик. Но там было очень много сложностей, потому что женщины у них не могут, к примеру, работать после часу дня, потому что им нужно ехать домой, и готовить как бы мужьям обед. Поэтому у меня не то чтобы две недели, у меня всего лишь было с девяти до часа каждый день. Ну, блин, еще и переводчик, знаешь, тоже занимает время. Ну, я когда туда приехала, я поняла, что там еще больше правил. К примеру, женщине нельзя было снимать другую женщину, ну, без разрешения ее мужа, отца, либо брака. Хотя. Ну, потому что это как бы все девочки, женщины, как бы, ну, нельзя. А у меня как бы тут написана вся программа по портретной съемке. Потом им нельзя выходить из школы, потому что они как бы, когда они наружу, ну, они полностью закрыты. Девчонки, кстати, вот, они, у них даже глаз не видно, у них полностью, знаешь, они как такое черненькое привидение. вот, поэтому я не могла им преподавать, как, ну, уличную фотографию тоже там, как снимать там, не знаю, даже, или даже, ну, как бы, ничего не так, вот мы в классе сидим, и вот в классе мы должны, я должна была их этому всему научить. И это тоже, это было, я сначала первые два дня думаю, ну, ну, что-то иззывается, что ли? Как? И тут у меня все написано, все переведенное уже, и мне просто нужно было очень-очень быстро все это поменять, и я, когда перешла на съемку овощей, и всяких фруктов, и как там освещать, и как там, ну, да. Короче, все получилось, все было очень классно, и вообще, у меня женщины, которые никогда в жизни не держали в папорад, и вдруг они стали творить, и вдруг стали раскладывать это все, и над светом работать, и было так просто потрясающе увидеть. Притом, я немножко попала в такое еще тоже, знаешь, такое закрытое общество женщин, которые просто никогда не попадешь, если вот ты им что-то не даешь. Поэтому, мне это все так вдохновило тогда, и познакомилась с такими просто потрясающими людьми, очень такими открытыми, добрыми, и вот это мне тоже очень давно много сил и примеров, что можно просто взять и за какое-то короткое время просто все поменять, и просто что-то сделать. Слушай, Ален, подожди, я тебя прерву, у нас заканчивается час времени, вот, поэтому я должен буду завершить, сохранить, чтобы не исчезло никуда, но я предлагаю буквально через пять минут вернуться обратно и еще чуть-чуть продолжить разговор, вот, и как раз, чтобы ты рассказала про то, вот, и как вот сейчас происходит изменение в образовании, и про свой, собственно, опыт создания Zoom-школы, чтобы немного рассказала. И я призываю всех, кто еще с нами, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, я думаю, что Алена вам ответит, вот, и не расходитесь, сейчас вернемся. Да, хорошо, давай. Тогда продолжаем, вот, в общем, зарядилась энергия и энтузиазма по поводу того, что можно все изменить довольно быстро, и вот в плане изменения подхода, если можно так сказать, в образовании фотографий сейчас, что, ну, может, ты прогнозируешь что-то, что может поменяться, или вот твое видение того, в каком направлении это могло бы развиваться? Знаешь, ну, вот, что мне в этом всем нереально интересно, то, что это получилось у меня. Я к этому подошла очень скептически, но, если бы, опять же, не вирус и не закрытие этого всего, это никогда бы не случилось. И вот, к примеру, то, что меня дальше собирались посылать в разные страны, на какие-то проекты, некоторые страны, как бы я бы не поехала, если честно, как женщина, и мне бы не нравилась вот эта вот идея помогать и продвигать, я бы не поехала. Вот. Но сейчас, я понимаю, вот как раз с открытием вот то, что я это могу сделать через Zoom, я поняла, а мне не обязательно, конечно, ехать в некоторые эти страны. Получается, что вот образование фотографии, я знаю, что я лично могу дать через онлайн в любой точке мира, и меня это нереально греет. Я бы, вот, у меня даже возникла такая мечта, я бы с удовольствием обучала бы космонавтов, как снимать на на это интернешнл на международной космической станции. Да, потому что я, к примеру, когда смотрела видео, как вот SpaceX недавно улетел и присоединился, это же было нереально красиво, до момента, пока они не зашли на станцию. Как только они там зашли, я прям сидела, думаю, ну, блин, ну, кто это такое? Вот. Я думаю, ну, ну, ты держишь камеру, а? Как? Что вы делаете? И, по идее, как бы, я об этом так серьезно задумываюсь, думаю, но, вообще-то, если меня даже дать два урока, им позвонить, я их могу вообще научить вот с тем, что у них есть, я знаю, что я могу им научить снимать намного лучше. Непонятно, почему об этом никто не задумывается, потому что, например, они проходят, ну, не знаю, там, тренинг на столько разных разных тем, почему до сих пор визуальное, все, что визуальное, они оттуда нам отдают на таком уровне. Вот. Но это, это как бы, да, я бы с удовольствием это сделала, я могу и русских, и американцев, как бы, пожалуйста, это такая мечта, конечно. Но, но это просто показывает, что я об этом стала думать совершенно по-другому. Я уверена, это не я единственный человек. Я уверена, что даже вот Академия искусства сейчас делает, они готовятся, они снимают разные там, ну, ролики, как все это делается. Понимаешь, потому что мы вот в этом сейчас ограничении, нам приходится это делать. И это как раз образование вот нереально сейчас продвинет. И оно станет доступным многим-многим людям в разных точках мира. Ну, получается, по большому счету, вот, все то, все те же самые подходы к обучению, они теперь просто перейдут в онлайн. Да. Ну, и то есть, ну, просто вот мы тут с коллегами часто дискутировали на тему того, что, а нужно ли вообще учиться фотографии вот так вот, ну, либо минимум два года, либо как вот там четыре года, плюс потом еще два. Вот, то есть, эта идея все равно никуда не исчезает, что фотографии учиться надо, просто это будешь делать теперь в онлайне. Да, ты сможешь получить, мне кажется, вот еще там через, может быть, годик, ты сможешь начать получать очень высокого уровня образования через онлайн. То, что раньше не было доступно. плюсы, да, то, что ты можешь находиться в любой точке мира это делать, это, конечно, очень греет мое сердце. Я, к примеру, на свой курс я как раз беру людей из таких неразвитых стран на бесплатное обучение. Вот, например, два человека, одну девочку из Африки и одну девочку из Ирана. Вот. А Россия входит в число неразвитых стран, чтобы претендовать? у меня очень много русских, у меня просто, да, у меня очень много русских, которые живут здесь в Америке, в Европе и в России, а сейчас, поэтому я попытаюсь внести еще разные другие страны. И я к вопросу к тому, что могут ли россияне претендовать на бесплатное обучение в твоей школе? Да, конечно. Но я возьму, скорее всего, человека, который в каком-нибудь месте в России, но как бы я не возьму человека из Москвы, из Питера, потому что у них есть доступ этому научиться перед другом. Как бы для меня это важно, что у человека просто нету доступа. Если он там живет где-нибудь, не знаю, на Камчатке, я с удовольствием о тебе. Мы как Everyday Russia именно за то и бьемся, чтобы региональные фотографы, живущие не в Москве или там не в Петербурге, не в каком-то любом другом столичном городе, чтобы они имели возможность и продвинуть себя, и быть востребованными. то есть, чтобы не было такого, что для снятия какого-то репортажа отправляется фотограф из Москвы, например, в Хабаровск, а не используется для этого местный фотограф. Да, ну да, я вот за это, я за то, чтобы образование было как раз доступно для подъема мира. Мне эта идея очень нравится, даже хоть в космосе. вот, поэтому, конечно, я возьму из России. А твоя школа, назовем это Zoom-школа, это уже как бы состоявшийся опыт, который ты продолжаешь. Чему ты там учишь? Ну, я учу, ко мне приходят студенты с очень разными уровнями. Есть люди, которые вообще никогда камеры не держали, есть люди, которые уже занимаются бизнесом. Есть даже, у меня есть несколько студентов сейчас, которые почти что выходят из Академии из ГУС, которые уже почти получили своеобразование. Это у меня очень-очень разные уровни. Вот, чему я учу? я первым делом я учу креативити, чтобы открыть вот свое внутреннее что-то. Вот, а как бы техническая часть, она идет как дополнение. Поэтому, если люди уже знают как бы техническую часть, то они работают чисто над концептуальной частью и креативити. А если человек не знает, на какие кнопочки нажимать, я с ним занимаюсь еще индивидуально, чтобы просто вот дойти до такого минимального хотя бы уровня технического. Но самое интересное для меня, самый интересный результат, который я получаю, что неважно какого уровня ко мне приходит студент, в конечном итоге они как бы выдают мне такие потрясающие работы. Опять же, особенно люди, которые никогда не держали камеру, и просто создают такие вообще интересные работы, которые хочется даже идеи иногда украсть. Ну, я думаю, что твои ученики с тобой поделятся, поэтому... А вот у меня еще вопрос, он не совсем может быть с образованием связан, он несколько отвлечен, но тоже по поводу нашего меняющегося мира, меняющегося мира фотографий. и сейчас время карантина появилось... Во время карантина расцвела фотография через удаленку, Zoom, Face, FaceTime фотография, через Skype, ну, либо уже через появившееся для этого приложение. Вот как ты к этому относишься, будучи вот классическим коммерческим фотографом, у которого камера, много света, и... а тут появляется человек, который сидит у себя на диване и снимает так. Ну, во-первых, я как бы тут же не в камере делала. Согласен. помимо камеры тут еще очень много идет как раз Art Direction и понимание вообще света и направления как бы человека, поэтому это без разницы, когда ты это делаешь через Zoom, либо ты это делаешь вживую. тут еще идет связь между тобой и кого ты снимаешь. Поэтому я наоборот к этому отношусь очень хорошо. У меня был недавний случай, у меня сидел друг из Афганистана, который довольно-таки недавно сюда приехал, и к нему позвонил тоже друг, маленькая деревня в Афганистане, позвонил по FaceTime, они сюда общаются, и я говорю, слушай, а можно я пообщаюсь с его женой. Вот я у меня просто вообще вот эта мысль для того, что можно с женщиной в Афганистане где-то ну вообще просто непонятно где поговорить. Он говорит, хорошо, я сейчас спрошу. Ну спрашивает друга. Друг говорит, слушай, знаешь, я могу разрешить, но ты должен уйти из комнаты, потому что ты не можешь мою жену видеть. Она мне должна доказать, что ты ушел. Препрошил весь этот путь, и пришла женщина, очень красивая, про нереально красивая, с своими детьми. Мы здесь сидели, общались, ее муж нам переводил. И вот сзади, я просто на это все смотрела, я просто чуть не расплакала. Это же у нас такие технологии, мы можем с людьми связываться в любой точке мира, вообще, любой. И вот это возможность, что мы можем с ними связаться и лично поговорить и увидеть, как бы, было самое интересное, увидеть, как она живет, что там сзади, на этом бэкграунде, ее дети, которые постоянно бегали, говорили привет. И я в тот момент уже подумала, блин, у нас просто сейчас такая возможность, можно прямо фотографировать, прямо через зум. Я это не сделала, это серьезный проект, и я, наоборот, впечатляюсь людьми, которые это сейчас будут делать. потому что это такая же сложная съемка, как бы, просто взять фотоаппарат и пойти на съемку вживую. Это тот же самый подход, то же самое количество времени. Поэтому я только очень хорошо к этому отношусь, я считаю, что тут люди должны еще больше делать. Тут еще, знаешь, мне кажется, качество фотографий, именно вот как постоянно говорится о качестве, о свете, там, оно немножечко, это не так важно. Поэтому я себя отношу именно к концептуальным фотографам. Как бы к концепту намного важнее, чем его визуальная передача, какой там цвет или так далее. Ну, и, собственно, за счет концепта тебя и оценят как фотографа, а не за твои технические науки. Да, поэтому как бы брать и делать такие проекты через Zoom, это очень-очень классно, мне кажется, и для всего мира это классно, и это также будет как раз продвигать эти же самые технологии в будущее, потому что сейчас я пробовала просто делать портреты себя через Zoom, посмотреть, какое качество я из этого получаю, но достаточно нормальное. Ну да, да, да. Кидать это в... Для сторис сойдет. Да, это все как бы сойдет. Но оно, скорее всего, будет дальше двигаться, и продвигать наши все камеры, телефоны, компьютеры. Так что, нет, очень-очень классно. Это говорю, у нас, из-за того, что мы были вот в этом ограничении за счет этого вируса, это просто нас сейчас продвинет настолько дальше просто какой-то новый толчок во всем образовании и также просто даже вот в фотоискусстве. Супер. Слушай, вот спрашивают наконец-то вопросы. Насколько имеет смысл в данной экономической и социальной ситуации в Штатах для фрилансера получать местное образование фотоиндустрии? Насколько это финансовое вложение оправдано? Ну, в моем случае оно было оправдано. Вот. В случае всех моих друзей тоже. То есть в случае тех людей, которых ты вот говорила по 100 тысяч долга, они все равно считают это оправданным? Да. Оно, может быть, не сразу же как бы ты это как бы отдаешь, но ты понимаешь, что в Америке в основном все студенты, которые сами себя обеспечивают, они все влазят в долги. Будешь доктором, то если ты доктор, то влезешь больше 200-300 тысяч долларов. И как бы здесь образование, если у тебя, конечно, родители, которые сохраняли деньги и помогли, поэтому это очень классно, но тут куча-куча людей, которые просто сами... Поэтому это не важно, если это фотография, либо это, не знаю, ты будешь заниматься наукой, ты точно так же можешь влезть в эти долги. Ну, просто, может быть, на фоне того, что вот сейчас будет появляться много различных классов, которые ты можешь делать онлайн, и не привязываться там к какому-то институту, университету и так далее, то есть набрать по чуть-чуть за меньшие деньги и и все. Наверное, да. Наверное, да. Но, опять же, вот в моем случае, почему мое образование было мне так важно, это вот как раз общение с моими преподавателями и вот этот вот mentorship моего директора. Мне кажется, это очень-очень важно, как найти этого правильного человека и как с ним сойтись, то это может тоже очень помочь потом в образовании. Ну, я так понимаю, что вот ты как раз сейчас отвечаешь на второй вопрос от этого человека, что он спрашивает, насколько возможно изменение в продвижении контактов в местной среде, особенно, если ты приехал из другой страны. Я так понимаю, что вот в процессе получения образования ты как раз и получаешь эти самые контакты, столь необходимые в профессии. Да, вообще, как бы в любом университете любое образование это в первую очередь контакты, потому что ты заводишь себе друзей на всю жизнь, очень-очень близких, в своей сфере. Вот это я не знаю, как можно будет заместить как-нибудь просто вот зумовскими классами. Как бы... Я даже, кстати, думаю, потому что у меня сейчас в классе у меня нету никакой такой системы, где бы я могла бы студентам дать, чтобы они могли общаться между собой органически. Я еще как бы не придумала эту часть, потому что это очень важная часть. Ну, мы надеемся, что все равно мы не навсегда в заточении и с мужем встречаться лично. Да, конечно. Так, еще спрашивают, а где можно посмотреть твои фотографии и конкретно нобелевских лауреатов и ученых? А, на этом все на моем веб-сайте. Я сейчас напишу просто тогда здесь. Да, отлично. Это мое имя и фамилия. Там как бы все есть. Супер. Я, разумеется, был на этом сайте и всем настоятельно рекомендую туда заглянуть. Да, я его не так часто как нужно было бы, конечно, его новые фотографии туда ставить, но там как бы есть... Ну, для новых фотографий еще есть Инстаграм, так что добро пожаловать, как говорится. Лучше всего, конечно, через Инстаграм, потому что там более всего то, что происходит сейчас. я очень люблю сторис делать, поэтому все мои сторис это вот прям вот оно случилось и уже там. Отлично. Я так очень много сейчас по поводу школы и то, что студенты делают. Я обожаю этим делиться, доставлять. Очень интересно увидеть, знаешь, как люди творят у себя дома и вот все вот эти вот, что они используют, чтобы делать домашнюю работу. Это, конечно, очень классно. Отлично. Я думаю, что если вдруг нет больше вопросов, то будем завершать. Давай. Я со своей стороны хочу пожелать тебе не останавливаться, потому что я так понимаю, что ты для многих являешься источником вдохновения и так скажем, пробуждения в себе креативности. Я не исключение. и надеюсь, что у тебя сложится история с космосом и у космонавтов будут классные фотографии. Я очень хотела. У меня просто это мечтатель. Отлично. Спасибо, что пришла. Я напомню, что запись нашего эфира, она появится здесь в ИГТВ, потом появится на Ютьюбе, так что присоединяйтесь. отлично. Спасибо тебе большое, Алена. Спасибо тоже. Пока-пока. Я пригласил. Пока.